Всем привет, с вами Алиска на Береглабе. Работаем с картами, смотрим много с погодом в ближайшие дни и делаем выводы катаклизмов. Начинаем с Европы. Какие здесь процессы? Мы видим, что в Исландии уткнулся вот такой циклон, какой-то он тут, как медузообразный такой, с хвостом, который уходит, вот смотрите, чуть ли не до Пуэрто-Рико достает хвост. Вторая часть вот сюда уходит к Азорским островам. На континенте, в Европе, над Францией, мы видим здесь раз циклончик висит, такой вот закрученный с хвостом, который идет в Германию. И как отдельная система, хотя это по сути хвост, тоже в Северной Италии. Мы сейчас видим непогоду, у которой хвост тут уходит сюда. А в Северной Италии там вообще, конечно, проблемы большие. Завалило все снегом. 80 сантиметров выпало снега в Австрии, на границе с Италией. И там застряли грузовики, вот особенно южное шоссе Бренеро. Так, и да, в Австрии 80 сантиметров. Да даже у нас вот здесь на холмах выпал снег. Знаете, мы с супругой пошли бегать 44 километра в субботу. И с удивлением бежим и смотрим. Ох, снег, снег, понимаете, выше 800 метров, все белое. И довольно-таки много снега выпало. А с чем это связано? Это был глубокий шторм Винки, вот, который сильный ветер как раз вызвал. Он был, находился в Северном море. Вот, потом он уткнулся в Норвегию. Вот, и в некоторых местах скорость ветра достигала 133 километра в час. Там тоже каких-то зевак там посмывало. Все это вы, наверное, видели, да. Там еще интересная рыба кому-то там попала. Прямо корреспонденту во время интервью. Прямо в голову. Ну, вроде бы как без серьезных травм обошелся. Ну, вот, такие изменения. Наблюдения произошли. В результате этого, что произошло? Резкое потепление произошло в Европе, да. Особенно в Восточной. Здесь еще вот и хвост так расположился особым образом. Но далее почитаем. Микель Мартинин пишет из Сталина, что вчера была переменная облачность плюс 6 градусов. К вечеру дороги полностью высохли. И, судя по прогнозам, положительная температура будет держаться больше 5 дней. То есть, это как критерий прихода весны. То есть, если она придет, то будут считать, что с 22 февраля пришла весна в Эстонии. В город Мукачево из Закарпатья, Украина. Плюс 10 штиль, пишет нам Александр Потемкин. Ждем сегодня суточный и месячный рекорд тепла. Впрочем, как завтра и послезавтра. Видите, вот что? Шторм ушел на север сюда, в Сиренолитый океан. Но он за собой затягивает этот теплый поток воздуха. И в результате этого такие вот повышенные температуры. Но, кстати, не только это имеется в виду на юге Восточной Европе. На севере Восточной Европе тоже аномально из-за этого возникает. Потому что поток воздуха идет вот так вот через Припалтику. И вот прямо по этой дуге, которую мы сейчас здесь видим. Вот Вячеслав Шелестов вчера писал. Город Ухта, Республика Коми. Во времена моросящий дождь был, с мокрым снегом. Температура плюс 1 градус. Вот такой февраль, да. Ну и сегодня ожидается до плюс 2 градусов. И оттепель будет до выходных градусов. То есть там в четверг снова плюс 2 градусов. А может быть и выше поднимется температура. Вот такие вот парадоксы февральские происходят. Ну и вчера также отмечен сезон гроз. Сезон гроз был отметен, да. Вот Денис Хантер вот пишет из Харькова. Алекс, привет! Мне кажется в марте или в апреле сезон гроз откроем. Надеюсь сезон будет хорошим. Конечно будет хорошим. Смотрите, он уже открылся сейчас на севере Польши. А в Калининградской области там действительно электроактивно-грозовая система была вчера. И зафиксировано больше 300 грозовых отметок. Представляете? То есть очень такой хороший показатель. Так, и вот вчера писали, что столбики термометров достигли плюс 7 в Новгородской области, а плюс 6 в Псковской, Ленинградской области, Вологодской области. Так, вот из Минска юзер М2 пишет. Минск плюс 10, еще теплее стало. Да, вчера вот плюс 14 градусов было в Беларуси. Представляете, вот такие вот интересные погоды наблюдаются. Так, на Кубане, на Кубане пишут нам тоже тепло. Юзер YN8 пишет. Было плюс 14 градусов. Удалось поработать в огороде, подснежники цветут. Тюльпаны на смену им подтягиваются из земли. Природа просыпается. К вечеру поднялся ветер, солнышко радует теплом. Друзья, жизнь продолжается. Весна идет, весне дорога. Вот это ежане, понимаете. У них в феврале уже приходит весна, уже все там совсем другое настроение. Фанат футбола пишет. Западная двина плюс 3 и дождь. Ну вот, да, о чем мы говорили. Туда поднимается, через вас как раз проходит аномалия. Ну, кстати, аномалия дойдет и до Таймыра, где с 26 февраля по 3 марта в некоторых местах температура будет превышать норму больше, чем на 20 градусов. Вот такой вот вынос тепла происходит. С другой же стороны, казалось бы, гораздо южнее, да, вот здесь вот Южный Урал и Поволжье, но там трескучие морозы до сих пор. Там в некоторых низинах достигает минус 30, ниже такие температуры идут. Ну, Дженни 86 писал, в городе Сургут минус 15 градусов было. В юзере IM9 писал, что Челябинская область ночью 21 числа было минус 41 градус. Вот такие вот можете себе представить температуры. Константин Антипин сейчас пишет из Тюмени. Полдень, температура около 0 градусов. Погода уже даже не делает зимний вид. Ранние отипы ли предвесна в третьей кати февраля уже для нас стало нормой. Возвраты же морозов в марте ранее обычно исключительно редкостью. Ну, посмотрим, как в этом году. Но обратите внимание, да, по Волжье там сейчас еще царствует мороз, а вот в Тюмени уже все, уже морозов нет. Так, Казань. Александр пишет, 23 февраля были сугробы 97 сантиметров, 24-го 93, а 25-го 90 сантиметров. Во, пошла динамика, видите. Меньше чем за неделю уже 10 сантиметров съедено снегу. Так, 24 февраля днем было минус 3, солнечно, ночью минус 13, а 25 февраля днем минус 3, ночью минус 11. Ну, вот динамика на весну тоже, тоже чувствуется, да. Так, переходим теперь в Сибирь, в азиатскую часть. Что здесь над Казахстаном, мы видим вот здесь вот облачность, и это как часть вот этого хвоста, который опускается, да, со стороны Северного океана циклона. И здесь пока еще не прогреваются, да, температуры, хотя чуть южнее мы видим, что может быть есть тенденция уже к прогреву. И вот между Индийским океаном и Центральной Азией мы видим здесь такие облачные системы, которые с одной стороны не пускают тепло с стороны Индийского океана на север, а с другой стороны они приводят к снегопадам в этих гористых регионах, прежде всего. Ну, и к осадкам, там, к оползням, к потопам. Вот такие вот эффекты. Южная Сибирь, вроде бы неплохая погода, но холодно. А вот юзер БЦС-9 писал, что минус 33 градуса было в Томске. Вот такие вот температуры довольно-таки серьезные. Ну, а восточная Сибирь, Забайкаль, пока здесь все более-менее ясно, но есть кое-где такие мелкие облачности. В Якутии тоже все прекрасно, на Дальнем Востоке здесь район Чукотки облачный, а так Камчатка. Северная Курила вроде нормальная, но вот южная часть Южной Курила рядом с Хоккайдо, Сахалин, здесь влияние все-таки циклоны есть. На Востоке Китая вроде бы ясно, здесь потихонечку начинает проясняться. Сейчас будет интересно посмотреть, какие температуры там. Гремит продолжает у нас Австралия, да, вот здесь как раз в районе западных пустынь. Мы видим сейчас грозу, да, здесь хвост дотянулся до Южного острова Новой Зеландии. Также смотрите, как хвост от Антарктиды дотягивается до Мозамбика. Представляете, как далеко доходит. И какими-то вот такими узкими, как пальцы какие-то. Ну, не пальцы, конечно, как щупальца осьминога, вот с чем можно сравнить. То же самое, кстати, и до Южной Америки. Обратите внимание на длину. Ну, как вам, вот Антарктида и пошла вот эта вот полоса, которая идет вот сюда и доходит до Юго-Восточной Бразилии, делая непогоду. Ну, в реальной части тут есть еще и ячейки, да, такие грозовые. Смотрим Америку. Здесь по северо-западу у нас облачность и по юго-западу, да, на востоке вроде бы все хорошо. Ну, давайте сейчас глянем тогда осадки. Где какие, да, вот здесь на границе с Канадой циклончик находится. На востоке, правда, вот здесь в Канаде тоже небольшой снегопад. Есть гроза в Бразилии на границе с Аргентиной. Вот дотягивается сюда, да, до Африки у нас. Видим, что гремят грозы в Австралии. Вот циклон у нас в Японии, в Хоккайдо. Видим, что прекрасная погода в Сибири ясные стоят. Ну, вот Чукотка, здесь побережье Тихого океана. Там есть небольшие снегопады. И вот такой хвост опускается в Казахстан, граница Казахстана и Южной Сибири. Здесь небольшой снежок. А так мы видим два ядра, да. Одно ядро как бы откололось. Здесь такой разделительный хвост получается, да. То есть была это все единая антициклональная система. Сейчас, смотрите, распалась на части, на много частей даже. Ну, вот самые большие, это над Южным, над Поволжьем стоит сейчас. И вторая, это, конечно, здесь Сибирское высокое давление. Так можно еще здесь Северный Китай увидеть, в районе Магаданской области, на Колыме. Вот здесь высокое давление. Очаг над Азорскими островами мы видим. Но вот Европа сейчас вот здесь в области низкого давления. Видно, что осадки в виде дождя. Кстати, вот еще и Греция, да, сюда дошел. Вот предыдущий циклон, который на выходных как раз засыпал Альпы снегом. Вот эти все катаклизмы, горы. Сейчас вот этот циклон находится в Греции. Мы посмотрим, куда он дальше пойдет. Давайте прямо сейчас глянем. Просто интересно, какое у него будет передвижение. Идет вот юго-западная Турция пока что, да. А со Францией тоже по югу. То есть он не идет такими центральными регионами через Европу. Но почему-то они предпочитают сейчас нырять в Средиземное море. Опять Северная Италия достанется сегодня ночью. Ну, у нас, кстати, сегодня ночью тоже дождь был, лил. Но вот эти дожди сейчас потихонечку смещаются в сторону Италии. Небольшой снежок здесь на севере Восточной Европы. Немножко вот западная Северная Сибирь. И совсем такой худенький здесь циклончик. Восточная Монголия, Китай. Хотя в Монголии в этом году засыпалось снегом очень-очень неплохо. И сильные морозы, и снег. Ну, и Монголия, и Китай в этом регионе. Вот где действительно аномальные процессы. Ну что, давайте посмотрим завтра. Какие завтра будут процессы. Ну, в итоге этот циклон, смотрите, дойдет до Ближнего Востока. Там небольшой дождик. Это хорошо, это полезно для региона. Циклоны Западной Европы как-то завистят над островами. В основном над Корсикой, Сардинией. Ну, и также будет оказывать влияние на Италию. Немножко вот здесь на побережье даже Алжира и Южной Франции будет оказываться влияние. По северу будут небольшие непогоды совсем. Ну, а так здесь мы видим от Японии. Циклон немножко полизывает у нас Курильские острова. Ну, вроде бы как не сильно. Без особых эксцессов. Давайте посмотрим, что у нас в Америке будет происходить. В Америке здесь над Канадой области высокого давления. Завтра будут скалистые горы. Здесь небольшой снежок. И, возможно, гроза вот здесь вот в районе Великих Озер. Так, ну что, переходим к разбору температуры. Где сейчас какие процессы? О, обратите внимание. Вынос вот этого тепла, который будет ощущаться на Таймыре, будет происходить вот отсюда. Практически с западной Сахары, юго-западной Сахары. Вот мы видим, да. Подъем воздуха происходит через Южную Италию. За счет вот этого циклона он подталкивается, прям проталкивается сюда, в сторону Венгрии, Польши. Дальше Прибалтика. Дальше идет в сторону Белого моря. Через Ямал идет в сторону Таймыра. А с чем это связано? С тем, что циклон вот здесь находится у северной земли. И происходит вынос, вот такой вот прям поток воздуха на север. Но от над Поволжи мы видим, здесь сохраняются даже днем минусовые температуры за счет высокого давления. Ну и мы видим, что в Якутии, в Восточной Сибири пока что здесь все во власти мороза. И то же самое Чукотка, Дальний Восток. Ну давайте поподробнее чуть пробежимся, просто по температурам. Мы видим вот за этим циклоном сюда занос, как бы прохлада происходит. Даже в северную Африку мы видим здесь 14-18 градусов, такие температуры. А в Джельфе так вообще всего плюс 7. В Андорре минусовые температуры, обратите внимание. Мадрид плюс 10, Париж плюс 10, Лондон плюс 8, Берлин плюс 8. Вот смотрите, Варшава плюс 13 градусов, Краков плюс 15. Ну прям летние температуры, Закарпатье тоже, Львов плюс 13, Кишинев 9, Кривой Рог. Вот уже меньше достается, плюс 5, Киев плюс 6, Гомель плюс 6. Харьков всего плюс 2 градуса, Ростов-на-Дону плюс 4, Краснодар плюс 8, Севастополь плюс 9. А в Астрахани минус 2, смотрите, Астрахань, хотя он и южный город, находится практически на широте Кишинева, может даже южнее, ну минус 2, вот здесь влияние на Поволжье. А Саратов минус 13. А Самара минус 8, это дневные температуры. Казань минус 9, Пермь минус 8, в Москве минус 3. Ну мы видим, что плюсы здесь, да, в Прибалтике плюс 7, в Риге Великие Луки плюс 6, Санкт-Петербург плюс 2, Архангельск плюс 1 градус, да, Мурманск минус 4 градуса. Ну вот Южный Урал, давайте посмотрим, Уфа минус 7, Екатеринбург минус 4, Челябинск минус 6 градусов. Так, в Казахстане где-то в районе минус 6, минус 10 градусов. Давайте посмотрим Юго-Восточный Казахстан, Алматы минус 7, что-то довольно холодно, Бишкек минус 5. Ну не идет сюда теплый воздух пока, да, даже мы видим, что даже в Узбекистане всего лишь плюс 2 градуса, Самарканд плюс 2, вот такие температуры. Даже вот на побережье Каспийского моря плюс 1, плюс 2, и прохладно у нас и в Баку плюс 4, только Белиси плюс 3 градуса. Вот такие вот у нас погоды. Так, давайте посмотрим теперь Южный Алтаев, Южную Сибирь, посмотрим. Здесь минус 11 градусов, высокое давление тоже здесь в центре. К югу от Кузыла где минус 17, минус 18 градусов. В Новосибирске минус 13 градусов, в Томск минус 12 градусов, вот такие вот погоды, в Омск минус 4, гораздо теплее, да. Ну и видим вот здесь получается на северо-западе Сибири более теплая погода, чем на юге Сибири. Вот Сургут минус 4 градуса всего. Так, Труханск минус 20, Норильск минус 15. Давайте посмотрим Восточную Сибирь. Иркутск минус 14, Красноярск минус 13 градусов, Якутск минус 27, Хандага минус 29, Сусуман минус 29, Амскучан минус 31, Охотск минус 16, Магадан минус 18. Тоже пошли падения морозов, да, то есть уже не настолько низкие отрицательные температуры. Анадаль минус 12, сюда вот циклон влияния оказывает свое. В Петропавловске, Камчатске минус 11 градусов. На Сахалине минус 13 градусов, в Комсомольске, на Амуре минус 11, в Хабаровске минус 14, в районе Владивостока минус 5 градусов. Наконец-то начали прогреваться более мини-корее. Здесь Пхеньян, Силу плюс 5, Осака плюс 5, но пока не особо жарко. Пекин плюс 4, здесь Текламакан 3-5 градусов, да, но вот на юге Китая пока что, да, температуры перестали быть морозными, морозными, вот Ухань, Ухань плюс 6 градусов, Чунцин плюс 11 градусов, Гонконг 19-20 градусов, примерно такие температуры. Пошла прогреваться Индия, да, видим уже 24 градуса, уже не меньше 20, уже больше 20 градусов, и через несколько дней там уже пойдет такая настоящая жаришка начнется. Так, ну, здесь вот видно в пустыне, несмотря на грозы, температура плюс 43 градуса в Западной Австралии, ну, а так по востоку, особенно по юго-востоку, здесь вообще какая-то прохлада, прямо уже осенью дышит, и то же самое южный остров Новой Зеландии. Давайте посмотрим Америку по северу, здесь вернулись морозы, Канаде практически везде, за исключением вот здесь циклон находится на юге, и здесь плюсовые температуры, но за ним вот здесь минус 6. Кстати, этот циклон, когда пройдет, за ним устремится здесь холод, а с другой стороны будет подниматься воздух со стороны Мексиканского залива, поэтому на этой неделе, судя по всему, любителям торнадо, и кто любит смотреть за вот эти охотники, за торнадо, будет что посмотреть в США, я думаю, так. Так, ну, на юг потихонечку начала весна приходить, здесь 15-18 градусов, в Техасе, да, уже время, там Новый Орлеан плюс 14, а, смотрите, Флорида как-то очень холодно, плюс 8 градусов всего, да, Аризона тоже плюс 17, Лос-Анджелес плюс 11, но пока такой, чтобы прям пришла жара, пока такого нет ощущения. Так, в Аргентине по югу тоже, смотрите, какие-то осенние настроения уже пошли, южнее вот этой ведьмы, уже так вот 9-10 градусов, уже и не жалит особо, а здесь, видите, уже рядом и мороз со стороны Антарктиды-то. Так, Южная Африка тоже как-то прохладно, да, плюс 20-21 градус, какое-то холодное лето в этом году в Африке было. Ну и смотрим, здесь Сахара, тоже прохладство сюда заносит. Так, ну вроде бы все посмотрели, а теперь давайте смотреть будущее, как, что будет происходить сегодня ночью. Опять будут серьезные морозы, по Волжье, Южный Урал, запад Казахстана, северо-запад, и серьезные морозы будут, вот это Центральная Южная Сибирь, Якутия, Магаданскую область, чуть-чуть в Приморье. В Приморье, кстати, обратите внимание, уже слабеют морозы, тоже влияние весеннее уже пошли. Так, давайте завтра посмотрим днем. Ну, завтра прям пойдет такое мощное тепло, это все как ожидается, а в Европе, наоборот, в северо-западной Африке будет прохладно. Хотя Сахара, смотрите, уже прогревается, Сахара сейчас прогреется, и вот будет как сковородка, да, будет такую роль нести. И слабеют уже дневные морозы, мы видим в Сибири, да и в Якутии тоже потихонечку. Ну что, давайте теперь посмотрим на 2 марта, что, какие процессы здесь будут происходить, давайте днем сначала посмотрим. В Европе будет очень тепло, особенно в Центральной, смотрите, здесь за счет циклона, который будет у Фолклинских островов, вынос тепла опять происходить будет со стороны Сахары, может быть, даже с каким-нибудь там песочком, не знаю, как обычно это происходит, посмотрим. А морозы будут даже потихонечку покинуть по Волжи, перейдут в сторону Сибири, и там начнут слабеть, то есть мы видим уже курс-то в целом на весну направленный. Ну и в Америке мы видим здесь мощные потоки южного ветра, тоже сдвигают полосу морозов, границы с Канадой, но Канада пока держится, здесь северный ветер, там еще все морозно. Давайте начнем еще, посмотрим процессы. Ночью тоже особо ничего не меняется, мы видим, что все скапливается на границе с Восточной Европой, и в Европе, да, онки теплые, даже ночи уже начинаются, а в Сибири здесь пытаются, как-то еще мороз укрынется, но видно, что тоже прогрессивно слабеет. Вот такие вот прогнозы на ближайшее время, а с вами был Алекс, канал Берли Лабжи, отличного прожения.